Доброго дня, друзья! Я Георгий Вербицкий. Сегодня понедельник, очередная наша трейдерская программа. Будем разбирать тикеры, будем смотреть, где заработать и как не потерять в бушующей стихии рынков. Хочу пожелать вам и понадеяться, что вы в добром здравии, потому что лично у меня семья заболела. Добрался сюда омикрон, который уже давно бушует в Европе, но вот в Индонезию он заходил как бы постепенно, медленно и наконец-то зашел, судя по тому, что очень много действительно болеет. Не очень сильно, но много людей вот как-то ощущает на себе вот эту историю. Ну и даже по статистике, в принципе, видно, что наконец-то омикрон добрался и до Индонезии. Здесь это все, как правило, происходит весной. Прошлой весной как раз тоже была волна. Вот сейчас, видимо, начинается следующее. Интересно, что все вот это вот показывает полный провал политики нулевого ковида, когда страна пытается не допустить на свою территорию никак, чтобы не проник вот этот вирус. И несмотря на то, что в Индонезии в аэропорту 10 кордонов, ты там должен сидеть карантин 7 дней, сейчас вот уже 5, ну было вообще 10, у тебя там 2 ПЦРа, тебя буквально под конвоем там сажают в автобус, который идет в отель, ну и так далее. То есть все такие вот странные драконовские меры. И все равно пшик, то есть никакого результата от этих мер нету, потому что ну и это, в общем-то, здравый смысл. Вирус все равно проникнет, особенно такой заразный, как ковид, ну и как даже обычная эпидемия гриппа, я думаю, тоже там так же не удержать. Вот поэтому это, конечно, все полная белиберда, все эти запреты, все эти ограничения на перелеты, карантины, это просто полная чушь. И удивительно, почему люди, которые находятся у власти, они не понимают и не видят очевидные вещи, как бы, ну очевидную просто бесполезность этого всего. Ну это уже отдельный вопрос, наверное, не для темы нашего выпуска. Ну а мы с вами будем смотреть, что же происходит на рынках, ну и такой краткий кизер, что происходит, что. Потихоньку все отскочило, да, и сейчас, знаете, как бывает, резкое движение вниз, резкое вверх, и дальше уже такое, как бы, плавненький такой, такая волатильность снижается, как правило, и идет какой-то такой боковичок без существенных резких движений. Я думаю, что у нас на этой неделе будет примерно так. Я бы не стал бы заряжаться на какие-то сильные движения, ну и смотрел бы, будут ли какие-то сильные экстремы на рынке, чтобы встать в обратную сторону. Вот, если будут какие-то резкие движения, то это будет повод встать в обратку. Я думаю, что все равно мы не вышли еще из режима рисков, все-таки надо понаблюдать, что будет дальше. По крайней мере, я лично пока долгоиграющих, долгосрочных позиций не открываю новых. Итак, начнем с S&P 500. Всю неделю был отскок прошлую, и в конце немножко снизились опять. В общем-то, это картинку, вот это вот то, что здесь нарисовано, я рисовал еще на прошлой неделе. В общем-то, я думаю, что будут две вещи. Будет, во-первых, снижение волатильности, скорее всего, и я думаю, что будет болтанка вокруг уровня 4 500. Вот выше этого уровня это скорее лонг на низкой волатильности, ниже этого уровня сползания тоже на низкой волатильности это больше шорт. Вот пока вот видите, ситуация такая на грани, неопределенная. Ну вот сейчас понедельник, посмотрим, как оно будет развиваться. NASDAQ тоже вот она, да, здесь сопротивление было, от него отскочили. Примерно то же самое. нефть. Здесь вот я помню, мы с вами заходили, да, или по крайней мере была точка, не знаю, зашел кто-то, не зашел. Вот такая точка была для входа. Здесь такой был маленький отскок, и на нем можно было зайти. Я думаю, что можно продолжать сидеть. Если вы зашли, то я думаю, что до 100 можно прям продолжать сидеть. 100, красивая цифра, и я думаю, что она может осуществиться. Вот, заходить сейчас уже поздновато, потому что видите, ускорилось движение, и заходить можно было где-то вот тут, на этой болтанке, но было тоже непросто. Ну, если бы успели зайти, вы сейчас бы уже были в профите. А сейчас, наверное, больше ничего здесь предпринимать не надо. Стоп здесь слишком большой, если заходить, поэтому не успели, значит не успели. Золото. Кислая ситуация, ничего интересного. Может быть выше, чем 1840. Можно будет что-то начать опять думать, но пока нет. Пока непонятная ситуация. Говорят, что числа правят миром. Нет. Они только показывают, как правят миром. Иоганн Вольфганг фон Гетте. Биржевые курсы и котировки. Валютный информер. Котировки криптовалют. Инструменты технического анализа. Расписание торговых сессий мировых бирж. Полный экономический календарь. Все сервисы для инвесторов и трейдеров на портале и в мобильном приложении finversia.ru. Биткоин. Биткоин, кстати, поинтереснее уже. Да, вообще с криптой. Я вообще делал ставку на то, что будет, скорее всего, залив куда-то вот сюда. Такой финальный, да, когда начинает уже срабатывать маржин колл и так далее. Но так получилось, что потихонечку все-таки движение вниз выдохлось вот примерно вот здесь. Ну, в общем, тоже так бывает. Вот эта формация, она такая больше лонговая, прямо скажем. Но общий тренд все-таки пока даун-тренд. Я думаю, что пока цена ниже 50, будет сталкиваться все-таки рост с некоторым сопротивлением, потому что нет вот общего консенсуса, что вот сейчас будет рост. Поэтому я не удивлюсь, что если мы сейчас продолжим здесь поболтаемся и пойдем опять ниже, такой сценарий может быть. Вот. Ну и либо мы будем просто болтаться где-то в промежутке между тридцати тремя и 50 какое-то время. Вот. Так что посмотрим. Российский рынок. Сильный отскок. Примерно то же самое, что на S&P. У нас еще просто здесь еще, как вы знаете, геополитика играет тоже достаточно сильную роль. Что будет здесь? Я думаю, что примерно то же самое, что с S&P. То есть будет какая-то консолидация в этом вот райончике, да. И потом уже будет взято направление. Если будем сползать вниз, это как бы будет так себе знак. Причем не резко, а именно вот медленно. Если будем резко сползать, то это скорее будет повод встать в лонг. Любое движение в любую сторону повод встать в контур движения. А если будет медленное движение, то там как раз большая вероятность, что оно продолжится. Вот так я буду ориентироваться. Тоже очень достаточно все неопределенно. Вроде как и отскочили, но пока что-то вот, ну должна цена отстояться, прежде чем будет какое-то хорошее движение, в которое можно войти, влезть и зацепиться там. Крипта в целом выглядит неплохо, но опять же не супер круто. Отскакиваем. И если посмотреть на силу отскока, наверное, только некоторые токены из геймфая. Типа мана, кстати, отлично отскочила. И сэнд, по-моему, неплохо отскочил. Сэндбокс. Ну и в общем-то, это логично, потому что это самые такие как бы, можно сказать, хедлайнеры геймфая. Очевидно, что народ верит в их будущее и отскакивают они сильнее, чем все остальное. Давайте глянем еще на разные тикеры типа атома. Атом, кстати, мне нравится, тоже довольно бодро пошел на отскок. Экосистема атома, включая джуна, там еще есть некоторые токены. Акси, инфинити, ну средненько, средненько отскочил. В общем, такая ситуация в целом, конечно, пооптимистичнее, вроде как падение прекратилось, но при этом супер надежд на супер рост я тоже сейчас бы не испытывал. И в завершении хотел сказать, что я выпустил наконец-то такую долгожданную статью. Я ее очень давно хотел написать. Статья посвящена именно тому, как не терять деньги на рынке. То есть, если раньше у меня был ряд статей, которые касались финансовой независимости, как, в общем, организовать, оформить все свои активы и управлять ими так, чтобы максимизировать свои шансы уйти как бы в сторону финансовой независимости и обрести ее. У меня была статья про энергию, то есть про то, как увеличить уровень своей энергии, чтобы все давалось легко и не уставать, действовать более эффективно. У меня была статья про то, как путешествовать и как жить в другой стране. Ну и вот теперь четвертая статья у меня вышла. Собственно, самая такая, мне кажется, на мой взгляд, полезная для тех, кто занимается трейдингом, это, собственно, статья о том, как не терять деньги на рынке и как сохранить капитал и сохранить свою психику, собственно, занимаясь активными спекуляциями. Понятно, что не все предпочитают активные спекуляции, у кого-то просто портфель, который они там перетряхивают раз в полгода. Но я думаю, что многие этой темой активных спекуляций интересовались, интересуются и она, в общем, такая всегда наиболее интересная. Вот что же, собственно, делать, как, собственно, вот какой план реализовывать, чтобы увеличить свои шансы, по крайней мере, не потерять столько денег, чтобы бросить эту историю навсегда. Потому что если вы ее не бросаете, если вы продолжаете двигаться к вашей цели, то рано или поздно вы достигнете в этом профессионализма. Так вот, статья как раз и рассказывает, что надо делать, чтобы максимизировать ваши шансы на успех вот в этом направлении. Статья большая, я ее достаточно долго писал, наверное, часа четыре, и она, ну, довольно-таки подробная. Она, конечно, не касается определенных рынков, определенных инструментов, но дает как бы в целом некий такой фреймворк, как, собственно, действовать, чтобы не сильно терять и максимизировать свои шансы на заработок. Так что рекомендую почитать. Ссылка на эту статью будет, как обычно, под этим видео. В общем, буду рад, если вы ознакомитесь, оставите свои комментарии, ну и, в принципе, как бы просто посмотрите, что это за статья такая. Я думаю, что она будет многим очень-очень-очень полезна. Собственно, именно поэтому я ее и написал, чтобы вот свести свой опыт и представить его в таком достаточно простом, понятном формате. Кроме этого, у нас есть телеграм-канал, кто не знает, это Георг В.Лайф. Тоже ссылка будет внизу в описании. Присоединяйтесь там, как обычно, всякие интересные темы поднимаются периодически. Ну и по трейдингу в том числе. Вот, так что до следующих встреч, хорошего вам недели, спокойствия, хладнокровия на рынках, и все получится. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...